Подруги, привет! И добро пожаловать на наш канал! У нас 8 часов утра и мы с Крошиком проснулись. Привет! Скажи-ка, вообще привет! Мы готовы к нашему завтраку. Сегодня у нас седьмая неделя нашего прикорма. Мы вводим, как обычно, новый продукт. Шестую неделю, словом говоря, мы пропустили просто потому, что она ничем знаменательным не отличалась от всех остальных предыдущих недель, когда мы вводили овощи. На шестой неделе мы освоили морковку. Ну а седьмая неделя она, наоборот, интересна тем, что мы вводим каши. Первый раз сейчас буду готовить кашу. Да, котенок? Да, котенок? Буду готовить для малыша впервые гречневую кашу. Сейчас разберусь, как она все-таки готовится, потому что до этого я не считала ни на упаковках и не смотрела вообще. как ее приготовить. Но предполагаю, что все это очень-очень легко. В первый раз буду делать малышу кашу на воде, а потом буду добавлять его уже грудным молоком. Ну что, пойдем готовить? Пойдем готовить, любимый. Давай, включим свет. Ой, господи. Темень-темень питерская. Я прям не могу. Так, ну. Где наша каша? Наша каша вот. Вот, я купила ему вот такую. Ой, нет, я достала неправильно. Кукурузную достала. Вот. Начну я, пожалуй, с гречневой. С этой кашей. Ну-ка. Длища. Вот. С такой гречневой кашей. Значит, что написано? Сто процентов натурально. Окей. Так, каша гречневая. Так, первая ложка безмолочная. Без добавления сахара, это нам важно. Без консервантов, без пальмового масла и без глютена. Супер. Спасибо большое, потому что мама знает, что такое непереносимость пищевая, так как я не переношу глютен. Так, что же у нас? Каша безмолочная. Сухая, быстроваримая. Сухая, гречневая, низкоаллергенная, нутрилон для питания детей с 4 месяцев. Для детского питания рекомендуется готовить кашу непосредственно перед употреблением. Никогда не используйте остатки готового питания для последующего кормления. Окей. Значит, перед приготовлением детского питания тщательно вымойте руки. Окей. В чистую посуду налейте 150 мл кипяченой воды, охлажденной до температуры 50 градусов. Ложку обработайте кипятком, сухой столовой ложкой. Постепенно насыпьте 22 грамма сухой каши, приблизительно 3,5 столовой ложки. Непрерывно размешивайте. Подождите одну минуту, и каша готова. Ого! Супер! Единственное, что у меня нет термометра, и я как-то не знаю, как я буду эту воду охлаждать или проверять. Но я думала, что я просто ее вскипячу, залью, и пусть она остывает. С такими нетерпеливыми малышами фиг тут выполнишь все инструкции, котик. Да? Да? Ку-ку! Вот так пешет. Ну и классно, использую как прорезыватель свою банку, и заодно пей водичку. Правильно? Так, раз, два, три, и три с половиной. Так, да, пахнет прям гречей-гречей. Сейчас мы ее размешаем. Хорошенечко. Ну, остаток тем самым. Насыпая ее нужно очевидно перемешивать в нон-стопе, просто потому что здесь обрасываются комочки. У меня тут одна рука была занята, поэтому я насыпала, а потом начала мешать. Короче, буду в следующий раз мешать сразу. Ну и очевидно, завтра уже для двух чайных ложечек я просто объем разделю, ну как минимум на три. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Вот так, не пешу водичку. Высасываешь. Ам-ам-ам-ам-ам-ам. Вот так вот. Да-да-да. Смотри, вот еще синяя мячик есть. Ты-дыщ, 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 ты-дыщ. Ты-дыщ, 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 ты-дыщ. Держи. Вот какие мячики. Будут они кататься, а ты за ними будешь бегать. Ты-дыщ, ты-дыщ. Ну перестань. Держи этот такой религистый. Возьми вот этот религистый мячик. Интересненький. Ну давай попробуем. Давай, а-а-а. Вместе с ремнем. Каша вкусная. Давай. Давай, давай. Это ремень вкусный. Паша вкусная. А-а-а. А-а-а. Нет? Ничего, Крош, давай привыкайся. Давай. Последний давай. Ага. Не заходит, а не заходит. Ну, все ходишь, там ложечка надо было. А это? Это пойдет? Пойдет. Давай. Все-таки есть продукт, который зайдет мамином молочко, да? Ну окей. Сегодня, значит, мы. На молочке. А-а. 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 Скажи, доброе утро. А-а-а. 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 Ну давай, привыкаем уже. Ну давай. Потому что качка, это важно, так без ручек. А-а-а. Качка, 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 качка. Так. У нас вырисовывается какая-то взаимосвязь. Как только невкусно, так ты сразу активно руками. Ий. Ий. Соня. Ты моя обезьянка сонная. Господи. Ты такой заспанный. Я не знаю, это, наверное, любовь матери. Но я так люблю, когда он заспанный. И глаза немножко заплывшие. Ты такой, мне кажется, симпатичный и смешной. И я прям не могу. Да. Подожди, подожди, подожди. Ты мой маленький, Соня. Ну давай. Отвисай, котенок. А ты сегодня это... Ну правда, на самом деле. И понятно, что он сегодня зависает. Потому как... Котенок сегодня был мега-благосклонным. Мы спали до 9 утра. Это удивительно. Давай бутылочку. Сейчас, сейчас съешь. Давай, давай, давай. Так, я тебя опущу. Опа. Подожди, вот это. Ну вот. Бутылочка, как обычно, идет. Как по маслу. Короче, короче, короче. Сегодня у нас снова было. Давай, давай. Сегодня у нас давай, Лосечка. Кася, мокрый. Кусти, Кусти, я как не буду. Скажи. Какая красивая кусти. Ну. Ага. Ну, давай, давай. Ну. Сегодня Майя придется стирать ливни. Давай, открывай. Давай, открывай. Ага. Ага. Ну давай, открывай. А? Ну давай. Ага. Нет, 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 нет. Ты же у меня взрослый мальчик. Давай. Ты же у меня не синий взрослый мальчик. Давай. Мы должны взрослую еду есть. И выкатка вкусная. А это будет сложно. Давай. Давай, Лебеда. Ам-ам. 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 Молодец. Нет. Ну нет. Ну пойдем. Ах ты, маленький, крутитя. Вот вообще гречневая тебе не нравится, да? Малыш мой. Ну и что у мамы делать? Ну, мрачки, чтобы тебе не делать. Гречневая, так кажется. Подруге, привет. Скажи. Ой, с подругами не поздоровался. Это очень досадно. Досадно, досадно. Не поздоровался с подругами-то. Давай. Ам. Ну вот. Вот сегодня опять в настроении дракона, но мы идем. Давай, 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 давай. Ам-ам-ам-ам. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну, ну, ну. Ну, 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 ну. Не протився, давай. Ну что ты, Кроща? Дракон мой маленький. Ну вот, папа идет, берет свою ложку. Смотри, котенок. Сейчас папа будет тебе показывать, как надо есть. Надо тебе пример подавать. Сейчас папа будет тебе показывать, как надо. Смотри, вон у нас миска. О, смотри, папа сейчас будет Туя кушать. Ух ты. Ам-ам-ам. Смотри, как папа ест. О, как папа ест, как папе вкусно. Ух ты. Кроща. Ну, давай так еще, как папа, делай. Давай, вот так вот. Так же, как папа. Мы будем есть вместе с папой. О, ну, если уж папа ест эту гадость, то, наверное, стоит попробовать. Давай. А-а-а. Молодец. Все открылось. Молодец. Давай, давай, смотри на папу, как папа ест. А-а-а. Давай, давай. А-а-а. Давай, давай. Так, поставим сюда большую мисочку, поделимся с папой. Давай, а-а-а. Ну, все. Теперь мы знаем, что для завтрака нам нужно успешного. Нам нужен папа. Молодец, мужик. Молодец. Молодец. А-а-а. Менеч, папа, кушай. Гадость редкостная, конечно. Ну, давай. Не привыкай. Давай, давай. То, что на молоке, мы пока ее готовить не будем. Пушай в балете, хорошо. Так, кушай. Давай. А-а-а. Правильно говорят, что когда кормишь ребенка, лучше всего садиться за завтраком и все вместе есть. Потому что он смотрит на родителей, как они едят. И сами повторяют. Короче, кашу мы теперь будем есть все вместе, очевидно. Молодец. Молодец. Удача. Скажи, сегодня success. Так, котенок, ну давай. У нас вот на фоне журчит папина яичница, да? А малыш вроде бы в хорошем настроении. Но, несмотря на это, утро у нас началось так себе не очень, да? Потому что кроха моя проснулась с каким-то жутким запором. Не помогло ничего. Мы не смогли пробить пробку. Не при помощи упражнений ножками, велосипедиком и так далее. Пришлось прибегнуть к овечке грицелина. Потому что малыш плакал, ему было сильно некомфортно. И я понимала, что что-то нужно делать. Раньше, когда мы водили смесь, если малыша не беспокоил его стул, изменения там, склонных к запору и так далее, то, в принципе, я панику не наводила. Но сейчас, когда малыш начал плакать, я понимаю, что ему больно и дискомфортно, то, естественно, на это я обращаю внимание. Поэтому сегодня вот мы позавтракаем, я позвоню нашему педиатру. Если получится, мы к ней съездим на прием. Мы пообщаемся на тему того, что нам в этой ситуации делать. Стоит ли нам, например, приостановиться с водом новых продуктов, если уж малыш отреагировал. Или, может быть, это как раз-таки на гречневу кашу он так реагирует. Может быть, нужно сократить порцию прикорма в общем, потому как обычно дискомфорт, запор и так далее при воде к прикорму, он случается в трех случаях. Ну, в основном, если нет заболеваний, конечно. Это недостаток воды. Второе – это большие порции. У нас порции, кстати говоря, не маленькие, и с этим проблем до этого не было. Поэтому об этом я тоже с доктором поговорю. И третье – это что тракт, в принципе, не готов к воду прикорма. Но, так как у нас сейчас седьмая неделя уже, то я думаю, что это не наш случай. По крайней мере, я сильно на это надеюсь. Давай, котенок. Посмотрим, что скажет доктор, и мы будем уже тогда, в соответствии с нашей ситуацией, корректировать вот нашего прикорма. Завтра у нас получается, что в следующий день завтра у нас 150 мл по плану каши. И, в принципе, на упаковке каши в возрасте 6 месяцев производитель так и рекомендует. 150 мл – это полная порция. Так что завтра буду докладывать, что нам сказал врач, как у нас дела со стулом, одноразовая ли это у нас акция, или все-таки мы столкнулись с первой нашей сложностью и препятствием в этом процессе. Я уж точно знаю, что я ни в коем случае не хочу прибегать к помощи медикаментов. Ну, я имею в виду лечащих медикаментов, такие как сироп лактуозы, да и, в принципе, наверное, и все. При детских запорах это, наверное, основной медикамент, который педиатр советует. Хотя, ну, сегодня мы уже прибегли к свечке, что не есть хорошо. Правда? Разово там помочь ему сходить – это одно дело. А когда у малыша запоры постоянно нужно все тело стимулировать, это очень плохо, потому как он может по-разному отреагировать, может привыкнуть к тому, что есть стимул, он может, в принципе, бояться ходить в туалет, и это все чревато. Поэтому нам нужно быстренько сейчас, оперативно понять, как и что, и предпринимать меры, если такие необходимые. Еще чуточку. Так, и потом сегодня я его докормлю 100 мл бутылочкой. Таким образом у нас получается полная порция 200. Да, мой сладкий. Давай. Ну, давай. Кто у меня тут шебуршит ножками, господи? Кто у меня тут ножками шебуршит? Ты как в ванне прям. Давай. Давай, 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 давай. А. 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 Ку-ку. Опа, бутылка. Ну, все, котенок. Ну, все, справились. Ну, что ж. Ну, хотя бы сегодня с Кашей у нас с тобой сложности не было, да? Ты молодец. Ай, молодец. Скажи привет, подруги. Доброе утро, подруги. Ну, давай. Приятного аппетита на завтрак. Давай, Каш. Ага. Ну, что сегодня? А. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Нет у нас леночек рядом, да? Ну и ладно. Все равно сдирать. Хе-хе. Давай, Каш. Давай, Каши. Ну, что ж, у нас очередное утро. Последний день ввода каши. А мы сегодня едим полную порцию 150 мл. Каши до 200 мл мы доводить не будем, потому как, во-первых, по возрастной категории на упаковке от производителя дается объем 150 мл, поэтому мы будем его придерживаться. Ну, по крайней мере, на какое-то время. А, во-вторых, я вчера вам рассказывала о том, что у нас случился запор. И мы по горячим следам вчера созвонились с нашим педиатром. У нее, благо, было время во второй половине дня, и мы срочно поехали к ней на прием для того, чтобы обсудить ситуацию, посмотреть малыша и сразу принять решение, как нам поступать. Потому что доводить там до медикаментов и совсем усугубление этой ситуации я не хочу. Так, давай-ка-давай. Слишком уж гладко у нас все проходило предыдущие 6 недель, и хочется как-то сразу все это дело предотвратить. Так вот, доктор посмотрела малыша, абсолютно все с ним в порядке, животик у нас мягкий, неболезненный, все хорошо. Во всех остальных смыслах тоже с малышом все хорошо, поэтому при корме отменять ни в коем случае она сказала, что не нужно. Да! И мы можем двигаться по нашей уже достигнутой схеме, но на несколько недель мы не будем вводить новые продукты. Очевидно, это особенность ферментативной системы малыша, либо она как-то дала немножечко сбоя и не смогла справиться, но, по крайней мере, пока нужно дать ей передохнуть и не нагружать новыми продуктами. Сейчас будем смотреть на следующей неделе, что у нас будет с гречневой кашей, то есть я буду продолжать кормить малыша ей по 150 мл, но не больше. Что касается овощей, порцию овощей мы тоже сократим до 150 от 200, для того, чтобы, как я уже сказала, дать системе малыша немножечко-немножечко облегченный такой режим, и чтобы она адаптировалась быстренько и справлялась с тем объемом, который поступает в кишечный тракт малыша. Помимо этого, естественно, я активно допаиваю котенка водой для того, чтобы увлажнять все, что попадает в кишечник, чтобы слишком много воды не впитывалось, или точнее сказать, чтобы после того, как кишечник впитает ему необходимую воду, чтобы в стуле оставалась еще жидкость, чтобы он не превращался вот в такой сухой камень, как у нас был вчера утром. Ну и, конечно же, буду наблюдать за тем, какой стул будет сегодня. Это тоже интересно. Если в течение нескольких дней у нас не будет улучшений, ну или, по крайней мере, если мы поймем, что это не одноразовая история, тогда, естественно, я буду звонить доктору, и мы будем уже принимать какие-то еще меры. Я буду малыша несколько раз в день животик массировать, ну что, в принципе, мы и так делаем, время гимнастики, вот, но, тем не менее, буду это делать теперь несколько раз в день. И, конечно же, чаще выкладывать его на животик, чтобы он естественным образом у него массировался. Занятие на фитболе. Также теплая ванна может помочь расслабить животик малыша и улучшить таким образом перистальтику. Так, что еще мы будем делать во благо дела? Ну и, естественно, я буду избегать использования глицериновых свечей и других методов помощи для стимуляции стула, потому как все должно происходить натурально. И также сироп лактулоза мы пока не вводим, то есть пока препарат малышу давать не будем. Кишечный тракт малыша такая история капризная, еще очень чувствительная, поэтому мы реагируем очень быстро и сразу. Ну, зато стоит отметить, как хорошо он ест кашу. Короче, пока я не вожу новые продукты, мы останавливаемся на тех семей, которые мы уже вели. И я, наверное, тогда уже не буду снимать отдельные влоги по прикорму. Ну, потому как мы вводим конкретный продукт, вы уже видели, ну, помимо морковки. Потому что морковка, ну, она не отличалась от всех других овощей. Вот, параллельно где-нибудь, я не знаю, наверное, в инстаграме или в других наших влогах, наверняка где-то посередине запишу влог «День жизни молодой мамы». Буду вам рассказывать, как наши дела. И справились ли мы с нашей проблемой. А, мам, мам, ты моя дедка. Ты моя дедка. Конфетка. Маленька, маленька. Ну. Какой ты сейчас у меня красивый в каше. Ну. Все съели. Молодец. Молодец, петелек. Давай, пять. Трищ. Трищ. Давай, пять. Ну все, прощайся с подругами. Говори подруге, пока. Давай, приглашай подруг в инстаграм. Это было приглашение в инстаграм. Серьезный петелек. Ну все, подруги, подписывайтесь на наш канал, если не подписаны. Ставьте нам лайки. Пишите в комментариях, как ваши дела с малышами, с прикормом. И есть ли у ваших малышей запор. А если есть, как вы с ним справляетесь. Ну а мы увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. Пока, конец. Согласен? Согласен. Пока. Согласен.